Приветствую всех, с вами комментатор Олег Саламаха И сегодня мы с вами посмотрим, как закончились партии седьмого тура супертурнира London Chess Classic Который проходит в Лондоне с 9 по 18 декабря 10 суперграссмейстеров играют в один круг Ну что ж, не будем откладывать в долгий ящик, начнем Первую партию белым играл Лес Лисо, черным играл Владимир Крамник И здесь у нас после d4 конь f6, c4, e6, конь f3, d5, конь c3, слон e7 Возник ферзевый гамбит, слон f4, рокировка, e3, конь d7, a3, c5 То есть черные сразу же наносят контрудар в центре Ну и положение после следующего хода белых упрощается, то есть cd, конь бьет d5, конь бьет d5, ed, dc, конь бьет c5 То есть Уэс Лисо решает оставить черных вот с этим вот изолятором И при переходе в эндшпиль это конечно даст белым серьезные шансы на перевес Но с другой стороны черные в эндшпиль пока не обязаны идти Итак, слон e2, ферзь b6, сразу же, как мы видим, Владимир Крамник за эту пешку не цепляется То есть он не идет в защиту, а сразу же контратакует пешку на поле, как мы видим, b2 И теперь после b4, конь e6, вот такой вот интересный вариант, жертвуется пешка Но брать ее не стал Уэс Лисо, но здесь действительно после ферзь бьет d5 Если, например, Владимир Крамник за эту пешку пустить, то у черных слишком, как мы видим, серьезная здесь активность Тем более, что и слон потом выйдет на поле f6 В общем, здесь у черных будет полная компенсация за пожертвованную пешку Поэтому Уэс Лисо играет слон e5 a5, подрывая фланг ферзьевый белых Итак, рокировка Ну и вот до данного момента доходила одна партия Белыми играл Видаль Гонзалес, а черными играл Дельгадо Рамирес в 2009 году И здесь белые просто-напросто задвигали пешку на поле b5 Вот таким вот образом, то есть не позволяли черным размениваться После конь c5 играли a4, ферзевый фланг замораживался И после конь e4, рокировка, слон e6, слон d4, ферзь d8, слон b2 Вот таким вот образом белые перевели своего слона Но ладья c8, конь d4 и здесь конь c3 Вот такой вот сильный ход нашелся у черных Ну и после слон bc3, ладья bc3, позиция упростилась И соперники вскоре согласились на ничью В партии же, если сыграла рокировка То есть он, опять же, как мы видим, жертвует пешку на поле b4 Но при этом на поле d5 он всегда сумеет отъесть Ну и так, в принципе, и происходит После аб, аб, ладья бьет а1, слон бьет а1 Ладья d8, ну на ферзь бьет b4, естественно, следовало бы просто ферзь бьет d5 b5, слон c5, ферзь d2 и d4 Ну вот мы видим, что избавление от слабости То есть избавляется Владимир Крамник от своей слабости И после этого уже, как говорится, говорить не о чем Быстренько проматываем То есть оба соперника играли здорово Никто из них не ошибался И партия вполне себе закономерно завершилась в ничью То есть мы видим, что вроде бы черные стоят пассивно Но с другой стороны они всегда могут к этой пешке цепляться Владя d4, король g7 Ну и вот здесь вот, когда король вышел Все здесь уже стало ясно Соперники еще разменяли ладьи Ну и получилось вот такое вот окончание Где на 36 ходу соперники согласились на ничью Ну что ж, первая ничья и идем дальше В следующей партии белыми играл Майкл Адамс Черными играл Фабиано Курана И здесь после c4, c5, g3, g6, слон g2, слон g7 Конь c3, конь c6, конь f3, e5 Возникло у нас английское начало Система, как мы видим, практически четырех коней Только коньное поле f6 у черных пока не вышло Рокировка d6, a3, a5 Конь e1, слон e6 d3, конь e7 Ну вот, наконец-то конь вышел Черный заканчивает развитие Ну это на самом деле просто английское начало получилось у нас Итак, конь c2, d5 Черный проводит стандартный контрудар в центре После cd конь бьет d5 Конь e3 Ну, не стал меняться Фабиано Курана Он явно хотел одержать победу То есть конь b6, напряжение пока сохраняется После конь c4 Майкл Адамс вот таким вот образом сыграл Настаивает на размене Ну, ход связан на самом деле с жертвой пешки Здесь Фабиано Курана сыграл рокировка В партии предшественницы А так еще у нас продолжалась партия Где играл Беркес против Ларсона в 2016 году Здесь черные сыграли конь бьет c4 После dc разменяли ладьи И потом съели эту самую пешку Но после слон бьет c6 bc и e4 Вот таким вот образом белые, как мы видим Фиксируют, стопорят слона на поле g7 И ладья где-то заходит у них на поле d6 Ну а пешку они всегда, например, смогут отыграть Слон e3 Слон бьет c5 и ладья на c1 И здесь после слона b3 Ладья d6, ладья c8, слон e3 Слон f8 вроде бы черные все пешки удержали Но с другой стороны ладья вот подключается Ну и, соответственно, после c4 Здесь уже говорить не о чем Поскольку слона черные вырезали И соперники здесь просто-напросто согласились на ничью Ну что ж Это была партия предшественница А сейчас Фабиано Курана сыграл рокировка Последовал слон бьет c6, bc Конь бьет b6, ферзь бьет b6 Слон e3, ферзь бьет b2 Конь a4, ферзь b3 Ну то есть здесь вот произошел у нас переход вот в такое вот окончание Конь бьет c5, ферзь бьет d1, ладья бьет d1 Вроде бы у черных два слона Но с другой стороны Очень сильный конь на поле c5 у белых Итак, слон d5, ладья b1 Уходя из-под рентгена, слона Ладья b8, a4 f3 А, вернее, f5, f3 Слон a2, ладья c1 Мы видим, что, конечно же, не играют ладья бьет b8 Белые, в этом случае черные захватывали инициативу Они все-таки захватывали линию Ну а теперь после ладья b2 Король f1, слон d5 Слон d2 Ладью вроде бы обезвредили Ладья a2 Король e1 Мы видим, что конь на поле c5 Сильный, страхует черных, вернее, белых от всех неприятностей Например, если его попытаться разменять Сыграв слон f8, слон бьет c5 Но в этом случае пешка на поле a5 Как мы видим, тоже упадет Поскольку здесь у вас на поле c5 уже будет ладья И опять же позиция будет примерно равная Ну вот эту вот позицию Фабиано Курлана пытался долго крутить Слон f8 он все-таки сыграл То есть конь d7 Здесь еще Адамс напал на пешку на поле e5 Слон b3, ладья a1 Ну вот очень сильный ход еще ладья a1 нашелся Иначе просто бы проблемы были у белых Так как они теряли качество Теперь после слона бьет d1 Ладья бьет a2 Опять же никаких проблем нет Ладья бьет a4 Ну вот здесь вот произошел вот этот вот переход Форсированный Мы видим, что пешки обменялись И здесь, несмотря на то, что два слона Пешка на поле e5 даже у черных слабая То есть она просто падает И здесь Фабиано Курлана уже предпочел свернуть борьбу Перевести игру в эншпиль с разноцветными слонами Ну и здесь соперники немножечко пококетничав Поманеврировав На 46 ходу уже согласились на ничью Но поскольку разноцветные слоны Не дают здесь никому оснований играть на победу Ну что ж, еще одна ничья И мы с вами идем дальше В следующей партии белым играл Ливон Аронян Черным играл Виши Аннанд Итак, здесь у нас после d4 Конь f6, c4, e6 Конь f3, d5 Конь c3, слон e7 Слон f4, рокировка e3 Возник снова у нас ферзевый гамбит Так, c5, dc, слон бьет c5 Слон d3 Ну вот только партию назад мы с вами смотрели Где белые играли cd Теперь Ливон Аронян играет слон d3 Но после dc, слон бьет c4 Вадя бьет d1, вадя бьет d1 Опять же Виши показывает, что он настроен вполне мирно После слон b4 Вот так вот продолжалась одна партия Здесь белые играли самым принципиальным образом Они играли не вадя d3, как сейчас сыграл Ливон Аронян А играли просто рокировка То есть так играл Адхибан против Тимура Раджабова В 2016 году на Олимпиаде в Баку И здесь после слон бьет c3, bc Да, пешки белым испортили С другой стороны два слона Ну и опять же после b6, слон d6 Вадя e8, слон b5 Здесь слон e2, естественно, сыграли белые То есть сохраняет преимущество двух слонов Но с другой стороны после конь c6, вадя c1 Не такие уж это и сильные слабости у белых И партия завершилась ничью А сейчас Ливон Аронян сыграл вадя d3 Последовал конь e4 Рокировка Но в принципе получилось то же самое Как говорится, те же яйца, только в профиль Да, есть такое выражение То есть та же самая слабая пешка У белых на поле c3 Конь c6, слон b5, f6, слон d6 Даже те же самые идеи Вадя d8, вадя d1 Здесь у нас произошел размен Ну вот теперь мы видим, что конь атакован И здесь Аннант находит сильное решение Он играет король f7 И после слон бьет c6 просто король e7 Выгоняется ладья, ну естественно слон отдает себя подороже Слон бьет b7, слон бьет b7 Ладья выгоняется И несмотря на то, что не хватает пешки У черных их король расположен великолепно в центре Пешка на поле c3 также у белых очень слаба Ну и соперники очень скоро все разменяв То есть вот мы видим, что все пешки упали И здесь, конечно же, говорить не о чем Опять же, на 30-м ходу соперники согласились на ничью Ну что ж, идем дальше Итак, белыми играл Аниш Гири Черными играл Веселин Топалов И вот сейчас мы с вами посмотрим Довольно-таки любопытную партию Замешанную, как мне кажется, на психологии Итак, Аниш Гири сыграл d4, конь f6 А, вернее, c4, конь f6, d4, e6, конь f3, d5 Конь c3, слон e7, слон f4 Ну вот мы видим, опять возник этот самый ферзевый гамбит То есть мы видим, что игроки играют практически одни и те же схемы Итак, рокировка e3, конь d7, c5 Но в этот раз мы видим, что черные не сыграли c5 То есть поэтому белые сами задвигают пешку на поле c5 c6, h3, b6, b4, a5, a3 То есть черные, как мы видим, постоянно напрягают белые пешки здесь на ферзевом фланге После h6, на самом деле, вот эта позиция, она у нас тоже встречалась довольно-таки часто И так постоянно белыми играл Аниш Гири То есть, например, Гири так играл против Ливона Ароняна в Ставангире в 2016 году То есть после слона d3 Ливон Аронян отвечал слона 6 Точно так же они играли и на турнире претендентов в том же 2016 году Например, после слона 6 рокировка ферзь c8 Ладья b1, то есть белые здесь постоянно пытаются прорваться путем b5 И где-то c6 пешку Поэтому ферзь c8 ход полезный Пешку нигде на c6 не пропускаем После ab, ab, ферзь b7, b5 Вот такой вот прорыв последовал И после cb, конь бьет b5 Ладья c8, конь e5 Партия завершилась в ничью Хотя белые там давили И Ливона Ароняна, можно сказать, что имел плохую позицию Сейчас же Анишгири отказывается от своего хода слон d3 Играет слон e2, но в принципе мало что поменялось То есть слон a6 Рокировка ферзь c8 Веселин Топалов играет по тем же самым мотивам, которые я выше обозначил Итак, ладья b1, слон бьет e2, ферзь бьет e2 ab, ab, ферзь b7 То есть мы видим, что абсолютно та же позиция Здесь белые, в принципе, готовят прорыв какой-то b5 Ладья c1, ладья c8 Конь e1, конь переводится через поле d3 на поле, значит, e5 Причем не сразу он прыгает А вот сначала слон d8, ферзь d1 Слон c7 А черные, я это показывал в обзоре турнира претендентов Проводят вот этот самый типовой защитительный маневр Они выводят слона на поле c7 И пытаются разменять сильного слона на поле f4 После конь d3, b5 Все-таки Веселин Топалов решает закрыть игру Ну и вот здесь дальше наступили у нас длинные маневры Позвольте здесь уже, как говорится, остановить пока комментарий То есть здесь у нас произошел переход Вот в такое вот окончание Где белые долго очень маневрировали Задвинули пешку на поле h5 Ферзь a6, ферзь b2 f6, g4, конь d7 Вот белые постепенно пытаются где-то прорваться Ходами g5 или f5 И сейчас я покажу интересные моменты Итак, король f2, ферзь a8, король e1, король f7, король d2 Король g8, король d1, король f7, король c2 Ферзь a4, шах, король c1 Анижгири, как мы видим, сманеврировал своим королем на ферзью и фланг Явно давая показать, явно давая сопернику понять, что он готовится к прорыву на королевском фланге Веселин топалов пока стоит Ферзь a8, король b1 Ферзь a7, ферзь c1 Ферзь a8, король b2 И вот теперь, когда ферзь полностью вырезан Так как король, как мы видим, держит абсолютно все поля Куда может вторгнуться ферзь Слон d8, ферзь g1 Слон e7, конь c1 Слон d8, конь b3 Завершая, как говорится, последние приготовления Ферзь b7 И вот здесь Анижгири, не знаю, чего он здесь забоялся Но здесь он сыграл ферзь e3 То есть после этого партия снова вступила в фазу маневров Здесь очень сильным выглядел как раз прорыв g5 Белые уже готовы к этому самому прорыву И позиция после этого у черных была довольно-таки тяжелая Ключевой вариант, конь f8 То есть, как мы видим, черные обязаны держать пункт g6 Иначе после размена оттуда ферзь вторгнется gf, gf Ну и теперь понятно, что если бы не конь на f8 Сейчас белые бы просто выиграли ходом ферзь g6 шах После ферзь e3 Возникает крайне неприятная угроза f5 Может быть вот это Анижгири недооценил И после ферзь e7 То есть, ну черные укрепляются, что может быть естественнее Конь a5 Заходим за пешкой Теперь, если слон бьет а5, то ба и пешка а очень сильная И черные вынуждены отвлекаться И оставить без защиты своего короля Ну а после ферзь d7 f5 Вот этот самый прорыв наносится И после еф ферзь бьет а6 Здесь вроде бы черные пока прикрыли все поля С другой стороны, у белых очень приятная игра Они могут поставить ферзя на поле e3 Толкать пешку В общем, здесь у черных была крайне тяжелая позиция Поскольку белые играли на двух флангах А Анижгири сыграл ферзь e3 Значит, ферзь a8 Маневры продолжаются Ферзь c1, ферзь a4 Ферзь e1, ферзь e8 Ферзь d2 И здесь, утомленный вот этим маневрированием И думая, может быть, что ему ничего не грозит Веселин Топалов совершает ошибку Которую, в принципе, совершил и Сергей Корякин В 10-й патче В 10-й патче, это я классно сказал В 10-й партии с Магнусом Карлсоном Естественно, в матче на первенство мира То есть все мы помним, что Сергей Корякин думал, что Магнус Просто маневрирует, туда-сюда ходит И он там ходил в а1, h8, h7 Что впоследствии привело к крайне неприятному прорыву И Карлсон отыгрался И вот здесь Веселин Топалов сыграл ферзь a4 Ну и здесь можно только ругать Аниши Гири, других слов здесь просто нет Поскольку белые настолько подготовились к прорыву g5 Что здесь его грех не сделать было А Аниши Гири сыграл конь f2 То есть он еще более подготовил этот прорыв Конь идет на поле h3 Он хочет провести g5 со всеми удобствами Но анализ показывает, что пока вот ферзь отвлекся Мы видим, что ферзь на поле a4 совершенно не удел Здесь белые практически побеждали ходом g5 То есть что здесь делать? Например, hg, fg, fg И здесь вроде бы пешка-то на g5 не падает Но f4 крайне неприятный прорыв Теперь что делать? Мы хотим просто съесть пешку и разорвать Одинокого белого... Белого... Одинокого черного короля Что-то я сегодня заговариваюсь А после g4 мы играем просто ферзь e2 И вот эта пешка отваливается Ну и белые добираются до пункта Либо g6, либо пункта e6 Так как если конь уйдет на поле f8 Белые сразу же победят ходом конь e5 шах В общем, здесь у белых была Просто решающая, можно сказать Решающий перевес А после конь f2 Ферзь a8 Конь h3, ферзь c8 Ну здесь вот мы видим разницу отчетливые Ферзь все-таки на поле c8 расположена лучше Конь на поле f8 будет держать пункт g6 А ферзь в поле c8 будет держать пункт e6 И вот здесь после ферзь c2 Конь f8, конь c1, король g8 Конь d3, конь h7 Ферзь e2, конь f8 Соперники опять же маневрировали И здесь веселин топалов Наконец-то принимает отчаянное решение Причем оно правильное То есть белые пошли королем на ферзевый фланг И черные занялись тем же самым То есть после того, как король пришел на ферзевый фланг Прорыв g5 так и не осуществился Очень довольно-таки странное впечатление Производит партия То есть белые здесь могли просто выиграть Так как Аниш Гири прекрасно знал, что веселин топалов находится не в форме Почему бы его, как говорится, не обыграть? Но нет Аниш Гири следует своему кредо В партии должна быть ничья И вот это самое Скажем так Ничейное проклятие Нависшее над Анишем Гири еще С времен турнира претендентов Оно его так и не отпускает Он постоянно продолжает играть все партии в ничью Ну что ж, эта партия у нас была довольно-таки интересная С интересными такими вариантиками И теперь, соответственно, мы с вами идем дальше Итак, единственная результативная партия на турнире Произошла между Хикару Накамурой Который играл белыми И Максимом Вашьевагравом Который играл черными Здесь после e4 c5 Конь f3 d6 d4 cd Конь бьет d4 Конь f6 Конь c3 a6 Снова у нас вариант Найдерфа в сицилианской защите Слон g5 e6 f4 h6 Слон h4 и ферзь b6 Оба соперника повторяют вариант, который играли в этом же турнире Круана против Накамуры Причем Накамура играл черными Теперь Накамура играет белыми a3 слон e7 Слон f2 Ферзь c7 Ферзь f3 Конь d7 Рокировка b5 g4 Слон b7 Слон g2 Ну вот здесь вот Хикару Накамура Как мы видим, во-первых, черные не пошли g5 После этого Ходом h4 Как раз возникала партия Фабиана Куруаны Против Хикару Накамуры Хикару Накамура сыграл похитрее Он сыграл слон g2 После ладья c8 Король b1 Ну и здесь Максим Вашьеваграф Сыграл Принципиально То есть он сыграл g5 Тем же самым образом И здесь До данного момента Доходила всего одна партия Белыми играл Значит Шахматист Трудно Произносимой фамилией Кан Мазалп А черными играл Юрий Солодовниченко В 2016 году И здесь белые играли f5 Ход, откровенно говоря Неудачный То есть после e5 Конь b3 Конь бьет e4 Черные просто съели пешку После конь бьет e4 Ферзь бьет c2 Вот таких вот Разменов Съели на f2 слона Ну и после Того как Белые сыграли Вадя f1 Отвели просто ферзя На поле b6 И несмотря на то Что Вроде бы Черный король Чувствует себя здесь Не очень Удачно Здесь Черные Остались Как мы видим С лишним материалом То есть Конкретно У них сейчас Просто-напросто Две лишних пешки Отбили они все атаки И в итоге победили На камуру же Теперь играет Ферзь h3 И Здесь У нас Возник критический вариант То есть Здесь Максим Вашьевограф Не угадал Здесь он сыграл Конь c5 Стандартно По шаблону То есть Ход-то понятный Идея хода Понятна Мы просто Нападаем Трижды На пункт Е4 Который защищен Как мы видим Дважды Конем И слоном Но ход оказался Неудачным Неудачным Ввиду тактических Мотивов Здесь Нужно было Сыграть по-другому То есть Вот это Положение Важное И поэтому Давайте посмотрим Его соответственно Со сменой доски Итак Здесь Вместо хода Конь c5 Недооценил Максим Вашьевограф После этого Атакующие Возможности Белых Здесь надо было Просто сыграть Конь h7 Вот такой вот Интересный Ход Который Препятствует Как раз Ходу f5 Но при этом Может показаться Издалека Что пешка На поле h6 Падает Мы видим Что сейчас Пешка на поле h6 Конь перекрыл Эту самую пешку Но брать ее опасно После например Ферзь бьет h6 Можно просто сыграть Слон f6 Защитить ладью И после этого Вот этого ферзя Как говорится Очень тяжело Отсюда убрать Угрожает уже Конь f8 С ловлей Ферзя Поэтому Ферзь h3 Здесь еще заслуживает Внимание Такая интересная жертва Но она не проходит Она некорректная После конь бьет Е6 Фе Ферзь g6 Шах Король d8 И е5 Вот таким вот образом Нырнуть Как говорится В омут с головой В омут атаки Но после коня hf8 Точного вот такого хода Ферзь f7 Слон бьет g2 Здесь можно просто Забрать материал Ну и после Ладья е1 Д5 Никакой атаки Здесь у белых нет Материала не хватает Да Конечно Они здесь могут Отыграть слона Но с другой стороны У черных Все равно Сохраняется Лишний материал Поэтому После слона f6 Ферзь h3 Самый логичный ход И здесь можно просто Забрать пешку gf И вот здесь я нарисовал Стрелочками Что конь идет на поле g5 Конь идет на поле e5 У черных здесь Прекрасная игра Поэтому после Вместо хода Конь c5 Заслужил внимание Ход конь h7 И на f5 Теперь соответственно Можно сыграть e5 И после конь b3 Конь возвращается обратно Конь как говорится Мавр сделал свое дело Мавр может уходить То есть конь сделал свое дело Конь возвращается обратно И следующим ходом Можно например Где-то сыграть h5 То есть у черных Здесь была полноправленная Контр игра И все у них здесь было хорошо А в партии Максим вашего граф Сыграл конь c5 Напал на пешку Е4 Ход то в принципе Оказался логичным Но недооценил Атакующие возможности Белых Итак После ладья h1 Опять же надо было Играть конь h7 Но здесь Как говорится Уже Максим вашего граф Допустил Серьезную ошибку Он сыграл h5 И теперь Хикару накамура Нанес страшный удар Конь f5 Вот такой вот Сильный удар Угрожая Просто даже Еще и конь g7 Шах И собственно А что делать На взятие последует Просто fg Там вообще Все сыпется У черных После конь бьет Е4 На этот ход Рассчитывал Максим вашего граф Произошел Вот такой вот У нас Размен И вот здесь Вот можно остановиться Поподробнее Так как Конь бьет Е4 Играть невыгодно Ввиду Ферзь бьет c2 Шах То Белые Нашли очень сильный ход Слон d4 И этот ход Оставляет за ними Большой перевес После ладья g8 Конь бьет Е7 Корой бьет Е7 gh У белых Образовалась Сильная проходная пешка Как мы видим По линии h После gf Ферзь h4 Шах Король f8 Здесь уже белые Просто побеждали Ходом h6 Но заметить Это было очень непросто Такой вариант То есть Потому что После е5 h7 И ладья h8 Вот здесь Вот вроде бы Опять же Не проходит взятие Из-за ферзь бьет c2 И здесь такой Тонкий компьютерный ход Король a1 И на самом деле Возникает Интересная ситуация Что ничего брать нельзя Если например Взять слона То после ферзь h6 Шах Король e8 И конь бьет e4 Ну и здесь вот Мы видим Что линия ета Вскрылась И ладья работает То есть Здесь у белых Решающий перевес То есть Здесь Ходом h6 Хикаро Накамура Уже мог победить Но он сыграл Король a1 В принципе С теми же Самыми идеями То есть Просто Толкать пешку Ну и здесь Вот уже Максим вашилограф Не справился Здесь он сыграл b4 Ход оказался Кровенно говоря Неудачным Единственной возможностью Продлить сопротивление Был ход Ферзь e7 То есть После ферзь бьет f4 Ферзь g5 Понятное дело Что e5 Ничего не давало Там ферзь h6 Шах Есть Ферзь g5 Вот такая вот Попытка размена Ферзей И после Вадя бьет e4 Ферзь бьет f4 Вадя бьет f4 E5 Показываю полностью Форсированный вариант h6 Вадя g2 Съели на e5 Съели на e5 И Вадя f5 Ну и вот здесь Вот я показал стрелочками Что Вадя идет на поле D7 Здесь мы видим Что у белых Лишняя пешка Но у черных Здесь есть серьезная Контр-игра То есть Ходом Ферзь e7 Максим Вашлевограф Мог поставить Серьезные проблемы Перед хикару Некамурой Ему пришлось бы Осложнить свою реализацию А было сыграно b4 Ну и после Конь бьет e4 Уже как говорится Говорить не о чем После слон бьет e4 Вадя бьет e4 Ферзь бьет c2 И вадя e1 Простого возвращения Выясняется Что Сохраняется Лишняя фигура У белых И решающий перевес После Ба Ферзь бьет f4 Аб Слон бьет b2 Казалось бы Что Очень страшно Позиция белого крылья Ослаблена Но Хикару Некамурой Здесь все точно рассчитал То есть Здесь Сыграл Вадя g5 Еще Максим Вашлевограф Довольно-то так Хитростно И выясняется Что вадю брать нельзя На ферзь бьет g5 Последует просто Вечный шах Ферзь a4 Шах Король b1 Ферзь c2 Шах И так далее Понятное дело Что Не на Ваде Ферзь бьет g5 Нельзя играть Вадя c5 Ввиду Мата в один ход Ферзь d8 Мат Это было легко Зевнуть Если особенно У вас цитнот Ну а после Вадя g5 Хикару Некамура Сыграл Ферзь бьет d6 Шах И здесь уже Решающая атака У белых Король g8 Вадя g1 Теперь Вадя как мы видим На поле g5 Связана После Ферзь a4 Шах Слон a3 Конечно же Не король b1 Там мог Возьмать Вечный шах А слон a3 Перекрылись Вадя бьет g1 Вадя бьет g1 Шах Король h7 Ферзь d3 Шах Король h6 Ну и здесь После Вадя g6 Вот такой красивый Жертва ладьи Партия фактически Закончилась Брать нельзя Ввиду ферзь бьет g6 Мат Ну а после Король бьет h5 Вадя g1 Возникает угроза Как мы видим Мата Ферзь h7 На король h6 Просто ферзь h3 Поэтому Ферзь Поэтому Максим Ашиевограф Сыграл f5 Единственный ход Никуда нельзя На король h4 Будет ферзь g3 И ферзь g5 Мат На король h6 Ферзь h3 С матом Поэтому Приходится здесь Играть вадя Вадя g4 Ну и здесь Уже Как говорится Песенка черных Спета Ну что ж Вот такой вот Впечатляющий разгром Учинил Американский Гроссмейстер Французскому Гроссмейстеру Максиму Вашьеваграву И мне не остается Ничего иного Как Вместе с вами Посмотреть Положение участников После седьмого Тура Положение Вы видите На ваших экранах Единоличное Первое место У нас удерживает Уэсли Со У него 5 очков Из 7 возможных Фабиана Куруана Расположился На чистом втором месте С результатом 4,5 очка Из 7 На третьем месте У нас Хикару Накамура Также и Владимир Крамник То есть Делят они пока Третье и четвертое место С результатом 50% У нас Идут Три игрока Ливона Ронян Вишанатан Анант И Аниш Гири Максим Вашилограф Идет с результатом Минус 1 Также и Майкл Адамс Не может записать Себе этот турнир В актив Ну и Главный Аутсайдер Веселин Топалов Для которого Этот турнир Явился Кошмарным сном Веселин Топалов Уже вылетел У нас Из Первой мировой Двадцатки По рейтингу Ну и Соответственно Этот турнир Оказался для него Откровенно Провальным И Перед последним Туром У него Всего лишь Одно очко Из семи Если обзор Вам понравился То ставьте лайки Подписывайтесь На канал С вами же был Комментатор Олег Саламаха Всем спасибо Всем пока Играйте Шахматы